Я моторист с 20-летним стажем, ремонт 9 лей, внутреннее сгорание, топливная аппаратура. Военные попросили помощь, я говорю, надо специалисты, не можем с ними ничего сделать. Я приехал, позвонил Сереже, говорю, надо это. И мы приехали, что мы за два дня сразу 4 дали, да? Бах, и все. Вот заводим, делаем. Взял свой оборудование, инструмент, людей, вот, и работаем. Заводим, отдаем. Ну, что можем? Помоглить лям, там, с карданами, там, ребята, колеса снимают военные. Остальное, часть, чтобы оно завелось и уехало, это наша специфика. Коробки, там, сцепление, моторы, вот. Помогают все, кто-то, волонтеры есть, там, жидкостя привозят, масла горюче-смазочные, наша работа это все завести, отдать, проверить, и все. Разницы нету, когда двигатели, внутреннее сгорание, там, четыре такта, и работу двигателя никто не отменил. Будь он дизельный, бензиновый, разницы вообще нету. Висковая техника, гражданская, только немножко неудобно, они стоят все в броне зашиты. Но при этом все делаем, все забудем, все уезжает. В данный момент еще проблемы нету. Там моторы стоят, их меняем, там делаем двигателя, отдали на капиталку. Потом устанавливаем, все это регулируем, проверяем, сами ездим, и уже висковым удаем. Тут еще вторая бригада была, они тоже фермера, они сегодня уехали, у них там свои днева, завтра будут, например. То есть, люди, каждый знает, что заниматься своим делом, то есть, прежде чем что-то завести, надо сначала сделать диагностику, там, что масло есть, эмульсии, не эмульсии, там какие-то, залили антифриз, оно все побежало, устранили. И начинается, там, даже банальная регулировка копанов, там, проверка компрессии. Это все стандартно, как на любом автомобиле, даже на котором вы приехали. Все ремонтируется, вся любая техника ремонтируется. Бывают трудности, вот, именно там, день-два поставка какой-то хитрой запчастюльки. Та победил сто процентов.